Так, ну что, ребят, всем привет! Ну, в принципе, как и было ожидаемо, у нас в понедельник пойдет волатильность, ну, как я и сказал, то есть оно было читаемо, потому что мы часто отталкивались от этого уровня в 1%, ну и плюс было видно, что вчера уже такое поглощение, ну и сегодня продолжение движения. Но самое интересное, у нас движение вниз, да, и ликвидация лонгов по большинству альткоинов, также по битку, по эфиру, ну и, в принципе, как мы наблюдаем, люди 50% лонгуют, 50% шортят, но большинство все равно топят блогеров за шорт и рассказывают, что надо шортить, надо шортить, потому что рынок же пойдет вниз. Вот, и упадет чуть ли не на 32 тысячи, ну, такое возможно при черном лебеде, ну, как видите, даже около скам новость про KuCoin, да, и то скама никакого не было, просто фацкая и всего, никак абсолютно не повлияло, и рынок вообще даже не дрогнул. Вот, ну и доминация USDT, она стоит на месте, доминация альтов, то есть она вообще не падает, то есть показатель того, что киты дальше докупаются. Далее у нас Shiba Inu может столкнуться с серьезным ростом цен и говорит, что может 2x быть, ну, это мы уже слышали вчера. Далее цена биткоина может повысить 150 тысяч долларов, прогнозирует у нас Марк Юска, ну, и говорит, что может достигнуть даже в 2024 году, и такие прогнозы часто у нас начали продвигаться. Ну, и это еще один менеджер какого-то хедж-фонда, и сказал он это на CNBC, и также говорит, что поискал к концу следующего десятилетия стоимость 700 тысяч. Ну, естественно, вы понимаете, когда биткоин будет в районе 140 или хотя бы в районе сотки, нам начнут затирать, что он будет стоить 150, 200, ну, 150 еще ладно, 200, 500 тысяч, миллион, там, миллиарды и так далее. Вот, триллион биткоин достиг исторического закрытия месяца, ну, и побил рекорд, установленный в 2012 году, как вы наблюдаете. Ну, и типа вот якобы этот цикл другой, но на самом деле другой, потому что перехай мы сделали до хауминга, а такого ни разу не было. Ну, и, в принципе, по поводу прогнозов, естественно, как вы понимаете, это все не случайно, и те, кто, ну, скажем так, не верит, то, что у нас биткоин будет по 140, ну, может, не верить и дальше, да, по 70 тоже никто не верил, а сейчас они кусают локти и заходят на хая. Ну, и далее удалось добиться, примечательно, единственный раз удалось перебить, это с марта по сентябрь, зафиксировать рост 7 месяцев подряд, и это позволило создать самую длинную серию за всю историю. Далее у нас получается основная причина огромного скачка Dogecoin, ну, и говорит, что опередило остальные криптовалюты, ну, и причина в том, что якобы вот у нас сумели скупить киты Dogecoin на 300 лямов долларов почти, ну, и одна из самых эффективных криптовалют последнюю неделю среди остальных. Вот, ну, и, как вы понимаете, Doge себя еще также проявит. Далее у нас говорят мнение на 1 апреля, имейте в виду, что могут быть какие-то фейки по типу скама USDT, отвязки, там, ну, я эту бредятину загонять не буду, я, кстати, видел вот этот типа псевдо-отвязка USDT, его скам, это каждый год рофлили на 1 апреля, поэтому можете не пугаться, и я уже к этому привык. Ну, и далее KuCoin, ну, то есть первым делом, что я делаю, я просто захожу на CoinMarketCap, захожу там на TradingView и смотрю график, так ли это на самом деле. Я сразу увидел, что это не так, ну, и все нормально, поэтому чупается. Ну, и далее дело KuCoin подчеркнуло противоборство CFTC и SEC, да, ну, и, как вы понимаете, естественно, у нас FAT вот этот продолжается, чтобы вы не закупались. Далее, Rector Hays со скама биржи BitMEX, у нас Ирауль Пал, да, увидели пользу в MEM токенах, ну, и, конечно же, увидели его только сейчас, ну, конечно же, это загон на хаях. Далее у нас SEO Morgan Creek, да, сказал по поводу того, что это Mark Yuska, что к концу года будет у нас, получается, 150 тысяч долларов, ну, это мы тоже уже слышали. Телеграм реализовал функцию выплат в Тоне за показ рекламы, ну, это как биржа Binance платит в BNB, поэтому, естественно, как только Тон пошел у нас в рост, ну, сейчас его покупать уже поздно, понятное дело, но было раньше это делать. И, как вы понимаете, уже он дал 2,5X с точки входа, но если вы покупали, по моей рекомендации, по 1,4 доллара, 1,2, вы имеете около, там, 3-4X в моменте, да. Далее, получается, у нас глава Polygon Matic усомнился в полезности Lair 3 сетей для ETH, ну, и, по сути, выразил свое мнение по поводу того, что говорит, что Lair 3 существует для того, чтобы перенять ценность ETH и передать Lair 2, на которых построены Lair 3, и для масштабирования они, типа, не нужны. Ну, по факту, может быть, это специально фаз, чтобы вы в них не верили. Далее у нас SEO, Microsoft, вернее, СМИ говорят, что Microsoft и OpenAI, то есть это тот же WorldCoin, да, создадут дата-центр стоимостью 100 миллиардов долларов. А если у нас WorldCoin и OpenAI сотрудничают между собой, это уже сильный сигнал, то, что киты попрут в тот же WorldCoin, и, однозначно, его стоит докупать на коррекции. По поводу Arkham тоже аналогичное мнение, но я, кстати, давал его еще на дне, до Pump, ну, как видите, ниже сейчас его особо не дают. Далее у нас Майк Юска сказал, что рост биткоина после Хаунга станет параболическим, но это тот же чувак, который сказал за 150k, и, в принципе, говорит, после Хаунга попрет у нас рост. Далее создатели кошелька Metamask потребовали одобрить спотовый ETF на эфир, прям потребовали, ну, как мы понимаем, в мае-июне, скорее всего, он уже будет одобрен. Далее у нас Мэтт Хоган сказал, что доля биткоина в инвестиционных портфелях скоро достигнет 3% клиентов, а многие готовы выделить столько или больше в ближайшей перспективе. Ну, естественно, загон в итоге продолжается. Ну, и, кстати, это было вчера, перед сегодняшней коррекцией, бритьем Лангов. Джонатан Миллер говорит, что для крипту в Австралии наступит переломный момент, и что он имел в виду, что каким спросом пользуется у нас ETF, ну, и также это гендиректор у нас австралийской биржи Кракена. Кракена – это американская биржа, я напоминаю, в частности, США, и сейчас находится на той стадии, когда спрос на крипту еще формируется. Вот, о чем я говорю, что это не пик был рано еще. И пока мы не наблюдаем от австралийских законодателей активных действий развития, ну, то есть, как мы понимаем, принятие законов там и так далее, но есть ощущение, что для местных криптокомпаний наступает белая полоса. Далее кредиторы биржи FTX у нас говорят, что получат первые выплаты, но, как вы помните, у нас в банкротящейся бирже у нас открыла сайт для сбора претензий клиентов, но, как вы понимаете, 1 апреля, никому не верю, да, что называется. И слушать вот эти басни, что будут выплату к концу 2024 года, это просто пугалки, и многие подумают, о, не буду закупаться, нахуя, если будет обвал, и они вот так вот будут сидеть, а альты уже дадут минимум 10x в течение этого года. За эти 44 дня у нас в криптобирже Binance и Coinbase вывели 76179 биткоинов, это почти 5,5 миллиардов, и это тоже пугалки, но, как вы понимаете, киты продолжают накапливать свои позиции, в том числе, я думаю, Binance и Coinbase. Далее у нас Рубик Киосаки говорит, что он советует менять фальшивые активы на биткоины, ну, наверное, он имеет в виду что-то там доллар, либо что-то еще, как он там любит говорить, да, и надо менять у нас фиатную валюту на золото, серебро, ну, конечно, на хаях самое время, реально биткоин, но за альты почему-то он молчит. Исход суда по делу Ripple против SEC у нас будет зависеть от ETH, я не знаю, каким хером, но и говорится у нас тот же Charles Gasparino, что если Gary Gensler признает ETH ценной бумагой, то SEC ни перед чем не остановится, и, я так понимаю, он имеет в виду, что примет потом XRP ETF, да, ну, в принципе, это возможно, и говорит, возможно, не сделает вас богатым или разорит в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, но, на самом деле, насрать, как она там будет развиваться, потому что XRP растет в конце цикла, и это все криптаны и олды знают. Далее у нас, получается, два перспективных токена с использованием искусства интеллекта, это у нас FED, ну, и нам советуют AlgoTech, но AlgoTech это реклама, а FED уже поздно брать, потому что дал 60x, ну, видите, загон на хаях. Предстоящий халвинг повлияет на рынок биткоина сильнее предыдущих, ну, это у нас заявляет, получается, главный исполнительный директор компании Bitwise, которая также продала на биткоин ETF, я напоминаю, и получили одобрение, ну, и говорит, что могут у нас, типа, эквивалент 32 ляма, 11 миллиардов за год, ну, и объем продаж гораздо сильнее, ну, и, типа, вот, ограниченная эмиссия, все дела, ну, и по факту, вот, у нас, конечно, цена будет расти. В бразильском городе Роланте у нас массово используют платежи в биткоинах, тоже загон продолжается. Исследование Gayscale подтверждает бычий цикл биткоина, ну, и, в принципе, оно и неудивительно, потому что, действительно, ну, логично, что у нас, конечно же, уже, ну, рост идет, и бычий рынок начался активно с лета, а то и, ну, с октября месяца 2021 года. В марте у нас рынок стабилкоинов повысил капитализацию на 8 миллиардов, ну, и, как вы видите, 8 миллиардов было допечатано, и это явно не случайно, конечно же, это для откупа рынка. В апреле криптопроекты разблокируют токены на сумму 1.38 миллиарда, это у нас 2DX, это у нас Zeta Chain, Zeta, SUI, Galaxy, Aptos, Cyber, StarkNet, Arbitrum, ApeCoin, Axie Infinity, ImmutableX, Pixel, Space ID, UGG, потом Ajax, Singularity, Optimism, ну, и Prime. Но, как бы, как вы понимаете, разлоки у нас на бычьем рынке особо значения не имеют, поэтому имейте это в виду. Эксперты трейдер считают, что Solana вырастет до 700 долларов, ну, и, конечно же, в Solana продолжают загонять, и ясен хер, что сейчас, когда она стоит практически 200, ну, уже стоит 200, да, то нам рассказывают, что в Solana будет 700, и, типа, будет в 3,5 раза больше. Далее, Elon Musk у нас объявил DoggyCoin, опять же-таки, загончик, да, официальной валютой колонии на Марсе, ну, и, в принципе, рофлет с этого и говорит, что DoggyCoin to the Red Planet, то есть, как красная планета какая, ну, естественно, это Марс, да, и говорит, что он воодушевлен анонсировать у нас запущен какой-то там Lightspeed проект и новая коллаборация SpaceX с Doggy, ну, и, по сути, как вы слышали, что он Doggy будет принимать для оплаты Tesla и SpaceX, но, по факту, это принято еще в 2021 году, и, как вы видите, с январской коррекции DoggyCoin уже отрос в 3 раза. Я напоминаю, а с текущей коррекцией он отрос уже в те же там, как вы наблюдаете, 2 раза, поэтому те, кто не успел, тот опоздал. Далее у нас консенсус считают беспочвенными опасениями SEC насчет спотовых ETF на ETH, и, на самом деле, реализация Proof of Stake Ethereum соответствует или даже превосходит уровень безопасности протокола Proof of Work у Биткоина, лежащего в основе Bitcoin ETF. Вот, ну, и, несмотря на то, что спотовый Биткоин ETF оказались исключительно востребованным продуктом, одобрение спотовых ETF на ETH в мае этого года остается под вопросом, вот. Ну, и, по сути, намечено на 23 мая, кто-то сказал на 29, а может, даже на июнь, но, как вы понимаете, это все будет принято в любом случае, поэтому это все оттягивание резины, просто балабольство, как и было по поводу Биткоина. А даже если затянут потолок, ну, это до конца лета, это будет все одобрено. DogVivHead, монета VIV превосходит арбитрум по рыночной капитализации, нацеливается на космос, ну, космос, наверное, и, по сути, атом космос, но, как мы понимаем, естественно, ну, монету, которую я не купил, естественно, похуяила наверх и уже дала около, там, 50 с хером иксов, ну, те, кто закупался, поздравляю, я рекомендую фиксироваться, ну, если кто хочет, хотя бы минимум половину монет, и, заметьте, я советовал фиксировать не на двух иксах, да, а сейчас, допустим, вот, потому что большинство балаболов они фиксируют по 2ТХ и считают, что, типа, они там охеренно заработали. Вот, базовый объем DEX на Coinbase достиг 1 миллиарда долларов, и при этом доминирует у нас Uniswap. Ну, а Uniswap я также советовал, и, как вы наблюдаете, позитивные новости, о боге, какое совпадение у нас появились, конечно же, конечно же, после того, когда у нас, ну, ясен херк, начали монеты, скажем так, уже отрастать, но та же Coinbase залистила, как мы наблюдаем, Uniswap, и даже сейчас текущих, ну, не поздно покупать, но имейте в виду, что вы тут максимум профита не заработаете, то есть здесь это ТХ, а здесь это было бы 10 иксов, если бы вы покупали на днище. SEC может отложить Ethereum ETF, опять же таки, вбросы специально, и до декабря, нам говорят, могут отложить, и, соответственно, Bitcoin ETF-компании, запущенный января, быстро накопил активы. Ну, и, в принципе, это специально у нас задержка, может быть, якобы задержка и откладывание, чтобы вы не закупали тот же эфир и не верили в дальнейший рост рынка, особенно рынка альткоинов. Вот, и обратный отчет сокращения вдвое биткоинов, то есть халвинга, BTC взлетает до 71 тысячи, говорят, снова вырос на 71, но это, как мы видим, на фоне ожиданий, ну, и никакого взлета, естественно, не было, это просто, ну, пиздеж, потому что это, видно, апрельский рофл какой-то, ну, потому что многие знают, что 1 апреля никому не верим, да, и, как вы наблюдаете, да, он был в моменте 71 тысяч, но после этого опустился, поэтому, ну, как мы понимаем, новость у нас, едет поезд запоздалый, да, но это было еще в 5 утра. Сезон монет-мемов, как криптотрейдер превратил 117 тысяч долларов в миллионы, ну, и, по сути, не у многих есть даже 113 тысяч долларов, поэтому, ну, превратил он где-то в 3-4 миллиона, то есть это где-то, ну, показывает 4400, на самом деле это около 30 иксов примерно, и на монете Деген он заработал, также еще мем монеты на базе Бейс, поэтому можете присмотреться, но имейте в виду, что монеты могут эти быть уже на хаях. Тизер укрепляет свои резервы после приобретения биткоинов на 8900 биткоинов, это примерно сумма в 5,3 миллиарда. Компания Тизер наращивает биткоины, вот, и это показатель, что даже по текущим, по 70 тысяч киты скупают, такая компания, как Тизер, и после этого говорят, что, типа, ребята, биткоин упадет на 32, на 52, ребята, они по 70 покупают, нахуя им дампи цену. Телеграм интегрирует платежи Тонкоин, ну, понятное дело, на медвежке тоже скупаются по любой цене, но сейчас не медвежка, я напоминаю. Ну, и Телеграм интегрирует платежи в Тонкоине, и влияние на цену, конечно, может быть, ну, и вот, рост 7%, многие думают, что это от этого, но, скорее всего, это просто так вынос шартов. Вот, поэтому, ребят, по поводу криптовалют, я уже, в принципе, рассказывал миллион раз, что покупать, когда покупать, когда это нужно было делать, потому что большинство монет уже одна подталкивались, если вы хотели, вы их покупали, если нет, ну, сейчас тоже какая-то локальная коррекция, снижение, в принципе, у вас есть такая уникальная возможность. Ну, а те, кто протыкал, очень даже зря, ну, даже сейчас, даже сейчас, как видите, монеты продолжают скупать, они особо, ну, скажем так, не падают, и тот же 1 инч, который меня многие спрашивали, что ты по нему думаешь, да ничего не думаю, просто надо накапливать его и холодить, все, и в потенциале минимально 10 иксов, что вы здесь заработаете, поэтому проект тоже перспективный. Вот, поэтому такие мысли, такие дела, всем удачи и всем пока.